Друзья, мы с вами продолжаем играть в Sims 3 все сезоны, вернее времена года, и сегодня у нас вечер понедельника, самого тяжелого дня, пожалуй, да, который может быть вообще в неделе, и что тут у нас бодрость, досуг. Так, мы с вами досуг немножко повышали нашему герою, теперь, собственно, спать пойдем, а у нас тут уже есть, хорошо, и как вы помните, мы с вами планировали сделать небольшую тепличку, я так думаю, когда Ирвин у нас пойдет на работу, он вызовет рабочих, и мы тепличку с вами все-таки сварганим. Я так думаю, что тепличку мы сделаем с вами все же, да вот здесь вот, что тут, как говорится, да, зачем ее там где-нибудь тулить сзади нашего дома, я указал ему застелить постель, нет, спать, родной, давай ложись. Уже час скоро, да, начало первого. Засиделся. Вот, я думаю, что где-то здесь мы ее вот так вот поставим, побольше окон будет у нас, да, и вот это пускай дальше растет. У нас человек, Ирвин, занимается наукой, поэтому нечего нам тут с вами какие-то там дизайнерские такие изыски делать. Теплица впереди, будем салаты выращивать, экспериментировать, ну и так далее. Было бы, конечно же, неплохо, если бы можно было сделать озерцо вот здесь вот, и рыбу ловить, да, чтобы далеко не ездить. А может так и можно сделать? Опять погода испортилась, да, что ж такое, вот это осень у них здесь, я вам скажу. Да еще с грозой. Кстати, вот это вот зачем нам нужно постоянно поливает, когда и так дождь. Так, Ирвин, вставай, родной, вставай. Легиена, естественные нужды. Кстати, у нас он унитаз поломался вчера. Привет, душ. Вы слышите, как ветер завылает, да? Как приятно проснуться в теплой комнате, в своем собственном доме. Когда у вас все есть, когда вот за окном вот так вот стужа, да? Стужа и дождь. Стужа, потому что у нас, ну, 14, да, 14, да, еще во время дождя, я думаю, что некомфортная температура. И у нас остался буквально один день до времени года зима. Да, вот-вот сломается. Уже. Уже сломался. Говно полилось. Так, ладно, мы, может быть, нет, не успеем, к сожалению, не успеем. Эх, как оно ходить ему, да? Потому что из унитаза вылилось. Вот, ну, здесь вот, смотрите, мы новый с вами душ купили, и действительно видно, что пар идет, да? Пар идет уже не от Ирвина, а от горячей воды. Но давно пора уже было купить что-нибудь такое. Вот у нас еще рукомойник, пожалуй, стоит заменить. На что-нибудь такое поприличнее. И все у нас с вами тогда в порядке. Покормим линтия. И, возможно, сегодня даже раньше придем начальнице на работу. Да, так и есть. Так и есть. Кстати, вот... Поставить. Да ладно, пускай валяться. Девушка принесла нам какой-то подарочек. Возьмем обязательно. Так. Ну и, как я уже говорил, что пока Ирвин там будет где-то шастать... Шастать. На работе, работать. Упорно работать. Вот, мы с вами поставим на вторую скорость. И пока что... Хотя какая вторая скорость? У нас тут третья скорость. У нас, в общем, режим строительства. Не зависит от скорости. Кстати, стоимость участка 18 тысяч. Без мебели 10 тысяч. Ну, на 2 тысячи дороже, да? Стал этот участок с мебелью. Кажется, он 16. Там мы покупали его. Так. Нам нужно вот это вот. Я так подозреваю. Красоты вот эти куда-нибудь вот сюда, подальше. Поставить так, как они нам будут тут мешать. С этой стороны мы же можем вот так вот. Красиво, симметрично. Боюсь, тут они будут нам мешать. Дело в том, что тут, скорее всего, кто-то будет у нас с вами подходить. Там они довольно-таки сильно помешают. А вот здесь вот красота. Так, ладно. Красота красотой. Да, кстати, музыку я отключил. Вы помните, да? Я вам говорил, что с музыкой YouTube не дружит. Поэтому я ее выключил, и мы с вами будем в тишине работать. Я хочу сделать тепличку вот как-то вот такую. Не очень, вроде бы как, и большую. Минус 400 баксов. Тут, кстати, еще вопрос, хватит ли нам с вами денег. Вопрос довольно-таки занятный, интересный. Вот, это у нас получилась не тепличка, а тюрьма какая-то. И всего 600 баксов. Кстати, строительство что-то дороговато как-то стоит, мне кажется. Ну, хотя бы на одно окно-то у нас должно хватить. Я хочу окно большое. Раз это у нас теплица с вами, то окна должны быть просто фантастически большими. Такими вот раз. Вот так вот. И, пожалуй, 100 баксов себе оставим. Нет, не оставим мы себе 100 баксов. Вот так вот. Вот это теплица, настоящая теплица, да? Вот, это мне нравится. Крыша вот только на крыше у нас с вами не хватило денег. Ну, ладно, Ирин принесет. Вот, пока что вот так вот как-то корявенько. Но, тем не менее, я думаю, что когда у нас с вами появится еще здесь и крыша, то тогда все у нас будет здесь произрастать всю зиму. Да что там всю зиму здесь можно будет поставить среди зимы какое-нибудь креслице, да? Да наслаждаться кусочком лета. Так, Ирин, ты там скоро? Денежки будешь тащить. 800, хорошо. Так, сразу же посмотрим. Бодрость, досуг. Ну, раз у нас с вами досуг... Погнал, Ирин, домой. А раз у нас с вами досуг там, то мы можем или поиграть. Кстати, как вы помните, у нас с вами там два задания. Одно в ратуши, а второе вроде бы как в магазине. Может быть, вот мы в магазин сгоняем пока что. Там, кстати, симолеонины дают за это, да? Провести презентацию в ратуше. Так, вот, к сожалению, я как-то, да, тут что-то... Ну-ка, черный кинетик. Давайте сначала посмотрим, что нашему Ирину требуется. Давайте мы вот ему немножко... Пускай еще поиграет. От ювелира свою драгоценность, а именно огранка под изумруд алмаз. И что у нас тут? Давайте посмотрим, насколько этот... Огранка под изумруд алмаз 156 долларов. Мы с вами 10 долларов заплатили, получили вот такую вот штуку. А, стоил он 120, да? Ну, немножко подзаработали. Так скажем. Так, раз у нас с вами появились денежки, то я хотел бы отправить все-таки Ирвина индикатор цели. Как-то может вот так вот. Кстати, тут у нас праздник идет. Но подожду, как-то мне неохота, откровенно говоря, на праздник. Разгадка рядом. Вот, принять участие в конкурсе самый умный. Рискнем. Дело в том, что пока что, к сожалению, Ирвин у нас не самый умный. Далеко не самый умный в этом городишке. Если мы посмотрим сами на его навыки, то увидим, что у нас тут логика так себе хромает. Буквально чуть-чуть. Кстати, кстати, 15, ладно. Посмотрим, короче говоря. Еще бы немножко поднять, но я не уверен, может быть, закончится у нас этот конкурс. Давайте сначала отправимся, посмотрим. Опозоримся, возможно. Возможно, нет. Самое главное, как говорится, участие, да? А не победа. Вот так и у нас с вами. Примем участие. И, пожалуй, нужно ему купить уже. Хватит ему кататься на велосипеде. Подожди, хотя бы какую-нибудь колымагу старую купить ему. Денег только мало. Вот доделаем мы с вами тепличку тогда. Купим ему какую-то колымагу, чтобы хотя бы он подожди не мог. Сам доделаем. Кстати, Ирвин, если бы ты одежонку твою сменил, может быть, меньше бы мог тогда. Ну что вы, не решаетесь войти, да? Ух ты, это... Это что тут у нас? Такое мрачное. Пришествие вампиров в город. Так, и как долго это будет, вот интересно. В принципе, у нашего Ирвина все в порядке, да? Вот только бодрости чуть-чуть не хватает. Поэтому мы можем немного даже ускорить, чтобы посмотреть. Было бы, конечно же, неплохо, если бы Ирвин выиграл. Как раз на колымагу тогда бы у нас с вами, возможно, и хватило бы. Долго конкурс. Довольно-таки шел седьмая неделя, день три. Тысяча пятьсот! Ваш острый ум всех поразил. Вам нет равных решений и головоломок. Вы блестяще ответили на первый же вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо. Вы не только подзаработали, но и улучшили навык логики. Это просто прекрасно, я считаю. Так, делать нам тут, собственно, погодите. А может быть, что-то есть тут поделать, раз дождь уже закончился, да? Пускай он здесь пока позанимается. Да тут, собственно, народа и нет. Вот кто-то тут шастает в кепке на бегрень. И больше никого нет. Последний день осени. Давайте мы просто, как говорится, побродимся, да? Побродимся. И, как говорится, да, мы просто с вами походим здесь, что-нибудь пособираем. Возможно, немножко развлечемся. Все-таки завтра у нас зима начинается. А мы пока что с вами... Пока рабочие у нас будут... Может быть, даже рыбу половить? На наживку яблока. Или на наживку картофель. Или на приманку. Вот, на приманку мы с вами вот так вот. Я думаю, поступим и нашим, и вашим. То бишь, и сами развлечемся, и кое-что ценное, я надеюсь, приобретем. И пока там Ирвин наш развлекается... Мы доделаем с вами... Ну, доделаем, не доделаем, но, по крайней мере, крышу нужно сделать и хотя бы дверь, чтобы сюда входить. Иначе какой смысл? В этой теплице, в которую нельзя войти. Крыши. Поможет создать крышу на любой вкус. Хотите получить? Нет, не хочу. Так, какие-нибудь крыши. Давайте плоская крыша. Кстати, для теплицы, как раз, я так думаю, что плоская крыша, это то, что нам с вами нужно. Так, а тут, возможно, мы что-то тут вот так вот. Да. Иначе у нас получится вместо крыши пол. Так, и вот это вот, что-то слегка у нас лишнее. Вот. Отлично. Плоская крыша в нашей теплице есть. Хотя можно было бы и покрасивше как-нибудь сделать. Но я думаю, что для теплицы сгодится. Так, и, собственно, двери, двери. Нам нужны с вами срочно двери, чтобы сюда войти и уже наслаждаться. Я так думаю, что входить мы с вами будем вот отсюда. Какие-нибудь попроще. А желательно, вообще-то, антишалость. Желательно дверь у нас, чтобы была стеклянная. Раздвижная дверь, но это как-то дороговато. 300 за дверь отдавать. Вот, отлично. Дверь у нас с вами появилась. Крыша у нас появилась. Еще 2117 баксов у нас с вами есть. Тогда доделаем сейчас. Доделаем. Доделаем. Нам нужны окна. Поставим везде. Еще окошек. Тройку, парочку. Вот такой стеклянный у нас с вами домик. Получился на 1000 долларов. Нормально. Вполне освещения нам будет достаточно. И отсюда, и отсюда. Короче говоря, я так думаю, что нашим... Конечно же, было бы недурственно вот тут вместо крыши тоже стекло сделать. Но что-то я такого там в крышах не увидел. Думаю, что должно сработать и без этого, да? Что тут у нас еще есть такого интересного? Краска. Инструменты ландшафта, пруды. Что значит краска? А, это траву. Мы с вами можем покрасить траву. А я хотел строительство и посмотреть... Так, что тут у нас? Чертежи, пипетка, создание стиля, кувалда. Чертежи. Это мы можем с вами сразу же комнату поставить. Я уже смотрел. Коллекции. Я что-то тут не вижу. Где-то тут у нас должны быть обои, да? Или что-то такое. Чтобы вот эти вот серые страшные гипсокартонные стены у нас немножко преобразились. Ну, вот стены есть. Да, стены покрытия. И что-нибудь такое под дерево, что ли, сделать. Какое-нибудь такое. Это что такое? Это на стены. Нам нужно обои, плитка, панели, каменная кладка, камни. Кстати, вот из каменной кладки я бы хотел сварганить. 5 долларов, 5 долларов, 15, ой, 7 долларов. Что-нибудь такое. Кирпичный. Возможно. Почему нет? Ну, лучше камень какой-нибудь вот такой. Вот. Смотрите, как просто здорово выглядит, да? Это просто супер. У нас получается теплица значительно красивее нашего с вами дома. Вот. Ну и внутри то же самое, да? Мы сделаем. Так, хорошо. Это как-то я могу убрать отсюда. Или нам нужно теперь траву сюда поселить? Нет. Что-то не изменить. Нужно только голую землю. А, понятно. То есть мы с вами как-то должны как-то тут убрать. Каким-то образом. Это у нас была крыша. Крыша. Так, а как ее убирать-то отсюда? Включить, выключить. Кувалда. Это что значит? Вот так вот. Понятно. В общем, все легко и просто. Короче говоря, вот у нас с вами тепличка. Получилась такая вот, я считаю, что красивая, да? Вырезать тыкву. Счастье всей жизни. Прочесть книгу. Пожалуй, давайте возьмем книгу. Прочесть это мы можем. Немножко здесь вот тесновато как-то. Вы поймали рыбу нового вида. Так, Ирвин, давай-ка сюда заходи. Поухаживай немножко за садом. Брать сайт, это мокрое дело. И нам еще что с вами нужно на 900 долларов. Так это, я так думаю, что сюда освещение. Хоть какое-то. Свет. Так, посмотрим. Нам какие-нибудь настенные нужны, да? Светозар. Глазастик какой-то. Что-нибудь такое. И попроще с одной стороны. Вот, но с другой стороны, это что по назначению как-то тут сортируется. Это у нас багаж семьи. Это у нас коллекции. Да давайте вот такое вот, что там, как говорится, вот такое вот поставим. Вот у нас уже света здесь будет целая куча. Здесь то же самое. И с этой стороны. С этой стороны вот раз и два. Вот, отлично. Веселее, значительно веселее у нас теперь стало с вами на участке. Где там наш Ирвин? Посмотрит на то, что он заказал и то, что ему сделали строители. Пока он развлекался. Даже переоделся, да? Вот что значит теплица, тепло там. Сюда можно было бы вообще какой-нибудь каминчик поставить, чтобы зимой отапливать. Но на каминчик у нас с вами денег нет. И вы помните, я вам говорил, что колымагу мы с вами, раз уж мы выиграли в конкурсе, давайте колымагу тогда. Так, а велосипед я как-то могу отсюда убрать и перетащить в багаж семьи. Да, потому как велосипед зимой. Это нам, вот это вот тоже, пожалуй, мы с вами заберем, да? Можем забрать. Нет, только вот, пожалуй, из-за вот этого вот, да, режима, да. Телескоп, выход в астрал. Или может быть где-то тут его, а тут мы с вами никак его не поставим, к сожалению. Хотя, вот здесь вот. И, кроме того, раз мы с вами сделали теплицу, теперь бы вот это вот поставить, сигнализацию. Иначе тут у нас помещение, обязательно кто-нибудь войдет и ворует вот этот вот телескоп. На улице он ставил, его никто не будет брать. А вот здесь вот сто процентов его заберут. Вот что-то есть у меня такое подозрение. И, кстати, вот как раз здесь вот неплохо станет мольберт. Все, как говорится, на воздухе. Так, опять, как говорится, ладно. Мы с вами практически полностью подготовились к будущей зиме, которая вот-вот завтра. И я единственное, что хотел посмотреть, так это я хотел посмотреть еще так. У нас ванна, кухня, спальня, гостиная, столовое обучение, детская для улицы. Я хотел колымагу. А колымага у нас самая дешевая, это вот 950 долларов. Драндулет, парковочное место. В общем, для колымаги пока что у нас с вами будем ездить на такси. Пока не заработаем достаточную сумму. А потом уже купим ее. Да здесь можно в этой теплице, мне кажется, возиться просто часами. В тепле, особенно, когда на улице мороз или снег идет. А ты тут буквально как в раю, да? Хотя в каком раю? Вот, кстати, вот это вот. Что это у нас? Корнелия? Гот. Ну, действительно, Гот. Пошла в гости к нашей соседке. А что у нас со временем? Ну, время уже поздновато. Я хотел было наведаться сюда, да, познакомиться. С Готами мы с вами еще не были знакомы. Но время уже, откровенно говоря, нелетное. И лучше всего будет просто так. Ты урожай вроде бы как собрал. Если ты собрал урожай, где тут у нас тыква появилась? Нет? Золотую рыбку поймал? Так, Линдси, мне кажется, что ожидает сковородка. Я вот не вижу что-то тыквы тут. Яблоко. Семена яблок. Картофель у нас есть. Неизвестные семечки, которые мы можем вот здесь вот высадить. Почему нет? Давайте. А, что-то мы не можем, да, посадить. Недостаточно навыка. Садоводство, похоже. Ну, ладно. Так, я хотел посмотреть. Тыквы нет. Хотя он ее вроде бы как и собрал, да, но тыквы нет. Это вырезать нам, скорее всего, там на празднике нужно было. Ну, ладно. Возвращаться назад я точно не буду. А вот золотую рыбку я бы хотел сюда назвать. Золотая рыбка. А сюда переместить... Нет. Сюда, к сожалению, никак мы не сможем ее переместить, да? Тут уже занято. Да. Или еще один аквариум. Решил книжечку почитать. Ну, почитай. Сегодня у нас буквально с вами целая серия строительства и покупки. Я бы хотел посмотреть, я уж не помню, где мы с вами это брали, но я бы хотел посмотреть сиденья, активный отдых, аквариум. Может быть, есть какой-нибудь побольше. Телевизоры, картины, плакаты, сигнализация, кресла, видеоигры, диваны, кофейные столики. Может быть, где-то здесь. Это у нас картины. Столовая. То же самое, да? Обучение, увлечение и навыки. Аквариум, к сожалению, у нас только один, и вот такой вот совсем какой-то никакой. А где же большие аквариумы? Я точно помню, что были в предыдущих частях у нас с вами были огромные аквариумы. Так, ладно. Где-нибудь здесь я могу его поставить еще. Притулить. К сожалению. Разве что вот здесь вот на кухне. Только здесь аквариума нам еще одного и не хватало. Ладно, тогда мы не будем голову морочить с вами. Как только сдохнет линзи, тогда пересадим туда золотую рыбку. Ну что же, тогда я на этом буду с вами прощаться. Завтра у нас зима. Просыпается Ирин, а тут снега намело. Холод, а у нас теплица есть. Кусочек лета посередине зимы. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok